Каталитический нейтрализатор, или по-простому катализатор, это элемент выпускной системы автомобиля. Призван уменьшить количество вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу. Непосредственно на работу мотора он не влияет, но при этом неисправность катализатора может быстро вывести двигатель из строя. Давайте разберёмся, как вовремя заметить проблему и возможен ли ремонт этого узла или только замена. Устройство катализатора достаточно простое. Основа его конструкции – блок из огнеупорной керамики, состоящий из множества ячеек. На каждой есть напыление из драгоценных металлов для ускорения химических реакций. Конечно, такая ювелирная начинка сказывается на цене. Ресурс катализатора довольно приличный – порядка 120-160 тысяч километров и даже больше. Однако его состояние напрямую зависит от исправности двигателя и условий эксплуатации. Чаще всего соты забиваются продуктами сгорания некачественного топлива или сомнительных присадок. Другая причина проблем – сбои в системе зажигания или неправильное образование топливной смеси, из-за чего её часть догорает уже внутри блока, вызывая деформацию элементов. Соты начинают липаться. Пропускная способность для выхлопных газов становится меньше. Соответственно, это всё сказывается на мощности мотора. Как следствие, явная потеря динамики, плюс неустойчивая работа двигателя и повышенный расход. Система самодиагностики при этом зажигает лампы Check Engine. Хотите вы этого или нет, но долго ездить с такими симптомами не получится. Если катализатор выходит из строя, он может также раскрошиться, и тогда эти крошки могут попасть через циркуляцию выхлопных газов назад в двигатель. Керамика достаточно твёрдая, попадая в цилиндры, может вызвать большие задиры. Или, проще говоря, глубокие царапины. А это уже гарантированный капитальный ремонт. Причём надо иметь в виду, что в большинстве случаев катализатор не ремонтируется, а меняется. А вот на что решать вам. Самый простой вариант – поставить оригинальную деталь. Правда, даже у бюджетных моделей она стоит от 20 тысяч и выше. У некоторых автокатализаторов может быть и два, и даже четыре. Более компромиссное решение – универсальный катализатор. Обойдётся он дешевле, но могут возникнуть трудности с подбором под конкретный двигатель. Наконец, наименее затратный способ – установка так называемого пламя-гасителя. Стоит он относительно недорого, но требует перепрограммирования блока управления двигателем. Но главное, в этом случае вы не пройдёте обязательный техосмотр. Что на фоне ужесточения правил делает этот вариант совсем уж сомнительным. Продолжение следует...